Всем привет! С вами канал Домовенок, и сегодня я расскажу вам про Орби. Орби это такой комплекс с апартаментами в Батуми, и мы тут жили неделю. Плюсы и минусы этого места. Плюс то, что это супер современное здание, красивое многоэтажное, и, конечно, потрясающий вид. Море и другие такие же красивые домики вокруг. Прикольно всегда можно выйти с утра на балкон, сделать зарядку и зарядиться энергией. Мебель тут приятная. Матрас неплохой. На этом матрасе, в принципе, если у вас не сильно болит спина, спать можно. Но у меня немножко со спиной проблемы, поэтому могу сказать, что этот матрас, он так на пятерочку из десяти. Не самый лучший. По телевизору крутят огромное количество всяких каналов, и английские любые, что очень хорошо. Розеток много. Мы сидели вот на этом столе за компьютером и использовали еще гладильную доску, как второй стол. Неплохой вполне холодильничек. В него все помещается. Есть раковина, чайник, все работает. Есть индукционная плита с посудой. Можно спокойно себе готовить еду, но нет вытяжки. Надо учитывать, поэтому, если вы снимаете это надолго, без вытяжки у вас постепенно будет сложно готовить. Будет запах. Ванна, кстати, очень классная. Мне она очень нравится. Она просторная, большая. Единственное, что вот конкретно у нас, оно довольно-таки все раздолбанное, видите. И вот эта штука тоже. За нее нельзя взяться, потому что она вообще не держится. Кое-что отваливается. Поэтому, когда вы езжаете, обязательно проверяйте. Из минусов, конечно же, это общежитие, по сути. Звукоизоляция отсутствует вообще. Слышно все, что там в коридоре, потому что дверь, она не плотно прилегает. Соответственно, тут вот такая щель. Из нее дует очень активно. Это как бы вентиляция, фактически. Ну и, соответственно, вы слышите, что там происходит. Как я с этим боролся? Я просто открывал две дверцы шкафа и вот эту вот дверь ванны. Так уже гораздо лучше становится. Можно еще снизу что-нибудь подложить. То есть, в принципе, со звуком можно что-то сделать, со звуком снаружи. На балконе все гораздо хуже. Эта дверь, конечно, двойной стеклопакет, но, тем не менее, даже когда вы ее забываете, если у вас есть сосед, а у меня есть сосед, и он ночью по телефону говорит, сидя на балконе, вы все будете слышать. И спать нереально совершенно. Если вам повезет с соседями, вы будете тут очень даже комфортно жить. Если вам не повезет с соседями, то это печально. Тут слышимость очень сильная. И даже если у вас закрыта дверь на балкон, вы все равно будете слышать, о чем он там говорит. И шум, конечно, от стройки. Тут везде все время строят, но меня он в меньшей степени волновал. То есть, он бывает, но редко и только днем. По ночам тут тихо и хорошо. Еще проблема с курением. Тут как бы вроде курение запрещено, но все вокруг на балконах курят. И, соответственно, если вы открываете дверь на балкон, а это нужно делать, чтобы была хорошая вентиляция, то дым сигарет к вам отовсюду улетит. И, в общем, не очень приятно, мягко говоря. Вообще, в Грузии очень много народу курит. Это, на самом деле, наверное, основной для меня минус. Есть еще запасной холодильник. Холодильник-мини-бар. Тут есть ложки-вилки, все на месте. Всякая утварь. Приятно, что когда заезжаешь, у тебя новая губка. Есть много средств для мытья посуды. Есть мыло, есть шампунь. Все как в отеле. Еще забавная вещь. Тут вот стоппер для двери входной. Он вообще не держится. Он просто лежит. Еще один важный аспект – это сезон, когда вы приезжаете. То есть, когда тут не сезон, зимой, тут, конечно, меньше людей и гораздо комфортнее. Но проблема в том, что зимой тут очень долго сохнет белье. То есть, стиралки, они есть, они хорошо работают. Но даже вот сейчас октябрь, и у нас наше белье сохло сутки. Даже не до конца просохло. Например, халат настирали. Он двое суток сох. То есть, тут высокая влажность, потому что море рядом. Еще есть проблема с лифтами. Когда сезон, когда много людей, лифты могут иногда ломаться. Если они ломаются, то могут быть очереди. Хотя я с таким не сталкивался. Максимум мы ждали лифт 2 минуты. Лифтов тут на самом деле много. 6 штук. Возможно, сейчас этой проблемы нет. Я просто читал про нее в интернете. Люди пишут, что они ждали. Проблема, с которой мы столкнулись, это магнитные карточки, с помощью которых ты входишь в номер. Система классная на самом деле. Удобно. Вместо ключа магнитная карточка, которая на рецепшенте заряжается. Но проблема в том, что они периодически размагничиваются. Мне сказали, что это делается ради безопасности. Но не очень понятно зачем. Потому что у нас она размагничивалась 2 раза. Вот мы тут неделю жили, 2 раза замагничивалась. То есть ты идешь домой с сумками. Например, ты купил покушать. Поднимаешься наверх. Там на 30 какой-нибудь этаж. Может быть была очередь в лифт. Ты 2 минуты стоял, ждал в лифт. Попал, поднялся. Не работает карточка. Тебе нужно спуститься вниз. Ты опять ждешь лифт. Подойти на рецепшент и сказать, вот у меня размагнитилась карточка. Тебе ее там снова заряжают. И вот тебе приходится 2 раза туда-сюда подниматься. А если очередь в лифт, что делать? Вот мало ли, ты стоишь не 2 минуты ждешь лифта, а 40 минут. А у тебя карточка размагнитилась. Это очень дурацкая система. Тут есть буфет. В нем продаются всякие закуски. В целом мне тут понравилось. То есть спокойно тут можно прожить месяц. А то и больше. Очень сильно зависит от соседей. Если у вас соседей нет, вы счастливейший человек. Ну или ненормальные, чтобы по ночам не шумели на балконе. То есть когда человек у нас в своем номере, то стенка нормальная, через нее плохо слышно. Но если кто-то на балконе начинает балагурить, то вы это слышите даже сквозь свою закрытую дверь. Плюс курящие люди. Их очень много тут. Несмотря на то, что в номерах запрещено курить, по факту многие курят. Соответственно, весь этот дым к тебе летит. То есть тут вот так. Если тебе повезет с соседями, то будешь себя чувствовать очень комфортно. Если нет, то остановлюсь ли я еще раз здесь. Ну легко. На самом деле в целом мне понравилось. Мне нравится, что это здание, оно новое, оно такое футуристичное. И тут приятно находиться. То есть именно энергетика этого места, она классная. Продолжение следует...